В стране продолжается практика комплексного благоустройства населенных пунктов. Как видим, в год Малой Родины очеред дошел и до Петрикова. Наконец-то, сказали местные жители. Да, наконец-то дошел очередь и до города Петрикова. И приятно видеть результаты работы наших строителей, когда город преобразился очень сильно. Многие, наверное, десятилетия больших денег город не укладывалось. И это понятно, небольшой райцентр. Особо крупных предприятий вблизи не было. Сейчас, правда, надежда на Петриковский ГОК. Какие основные болевые точки были у населенного пункта? Ну, основные точки такие болевые были. Мы ставили перед собой задачу заменить в первую очередь все инженерные сети. Мы заменили 900 метров канализационных сетей, заменили около 4 километров водопроводных сетей, заменили 6 километров газопроводов, построили новых газопроводов. Заменили около 6 километров кабельных линий 10 киловольт для того, чтобы обеспечить нормальное электроснабжение города. Поэтому я надеюсь, что вот эти все работы, которые мы провели, именно скрытые под землей, дадут в результате свой положительный эффект. Вот. И не надо будет нам в будущем нарушать то, что мы сделали, асфальт, который положили и дорожки, которые провели. Уличная дорожная сеть наша, которая у нас была, она уже тоже была довольно изношенная, старая. На сегодняшний день у нас уже отремонтировано около 15 километров улиц. Положен новый асфальт, установлены бортовые камни, проложены на этих улицах новые пешеходные дорожки. Мы частично выполнены дорожки из мелкосвучной плитки, частично положили в асфальт. По жилфонду у нас, конечно, тоже были проблемы. На сегодняшний день у нас запланировано выполнить работ около 41 дома по текущему ремонту многоквартирных и 13 домов по капитальному ремонту. В принципе, работы по текущему ремонту у нас уже подходят к концу, к завершению. Но капитальный ремонт еще будет немножко продолжаться. Я думаю, что до конца сентября мы должны все это выполнить. Благоустройство Петрикова, прямое поручение главы государства. Какая задача ставилась тогда? И какими оказались эти по-настоящему жаркие месяцы работы? Да, это было поручение главы государства. Оно было дано при посещении Житкович в 2018 году. И президент поставил перед нами задачу привести город в порядок в 2019 году. Завершается благоустройство нашего парка центрального. Завершены работы по центральной площади городской. Завершены работы по улично-дорожной сети. И определились, что будем ставить деревянные заборы по улицам. На сегодняшний день мы должны поставить около 14 километров заборов. Заборы решили ставить из дерева и покрывать просто пропиткой, для того, чтобы они остались натуральным деревом. И мне кажется, что это получилось довольно-таки красиво и оригинально. Выполнены работы по автовокзалу полностью завершены. По кинотеатру завершены работы. Они уже введены в эксплуатацию и действуют. У нас завершены работы по ремонту больницы. Два терапевтические отделения введены в эксплуатацию. Закуплена новая мебель. Заканчивается строительство нового стадиона. Также у нас завершаются работы по социальным объектам. Ремонты школ, детских садов. Вот у нас здесь рядом стоит школа-интернат, в которой тоже завершаются работы по ремонту. А сколько такие масштабные работы, если не секрет, обошлись бюджету? Ну, вообще, планируется вложение капсредств в город в течение этого года около 50 миллионов рублей. Здесь же у нас еще оказана спонсорская помощь Белкалиям в размере 2 миллионов долларов. Это 4,3 миллиона рублей, за которые у нас выполнялись работы по благоустройству улиц наших. Центральной площади, улицы Карла Маркса, улицы Первомайской. Вот это деньги, которые были спонсорские от Белкалий. С центральными улицами все понятно, как видим, результат налицо. А что касается дворовых территорий, зрители всегда спрашивают, коснется ли их благоустройство? Да, коснется благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний день уже наши дорожные организации приступили к выполнению работ по ремонту дворовых территорий. Конечно, сказать, что это будет 100% весь жилфонд нельзя, потому что недостаток финансирования. Поэтому дворовые территории обязательно будут приведены в порядок. Но, конечно, я еще раз хочу повториться в пределах финансирования, которые у нас есть на сегодняшний день. Как видим, государство вкладывало и вкладывает значительные средства в благоустройство, на ведение порядка. Как чувствуете, подталкивает ли это местных жить и работать красиво? Да, есть такое. Люди начинают уже тянуться за вот этой всей красотой, которая у нас в городе получается. Начинают благоустраивать свои дворы, начинают благоустраивать свои дома, приводить их внешний вид в эстетический вид. Делают новые заборы, сами ставят. Кто-то выкладывает тротуарчики возле своих дворов. Малая архитектурная форма, кто что может. Это тоже плюс. Да, это тоже плюс, конечно, большой. И приятно, когда люди начинают уже смотреть в сторону красивого. Спасибо за интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо.